Рижан или карты Рижанина, еталоны придется оформить или активизировать примерно 100 тысячам клиентов Ригы Сатексмы. Как в интервью Микс ТВ рассказал пресс-секретарь предприятия Виктор Закис, пассажирам, пользующимся персонализированным еталоном и получающим льготы Рижской думы, еталон менять не придется. Тот, который имеет персональный эталон и имеет полностью бесплатный проезд, это ничего не надо делать. С завтрашнего дня идти в клиент-обслуживный центр, заполнить анкету, где ему будет этот статус присвоен, но сам статус еще надо будет, ну это в клиент-обслуживный центр конечно скажут, после этого ему в декабре надо будет еще раз идти в любой билетный автомат, вставить свой эталон и активизировать свой статус. И все. И с этого момента он уже действительно тот же самый еталон, как рейдзин и эко-карты, на котором уже можно пользоваться этими всеми скидками. К третьей группе относятся рижане, которые не пользуются персонализированным еталоном. Они тоже смогут получить карту рижанина двумя способами. Отправить заявку по электронной почте и лично отправиться в один из центров обслуживания клиентов Ригы Сатексмы, когда эта карта будет готова. Еще одна новость, касающаяся пассажиров. Правительство утвердило нормы о поведении пассажиров в общественном транспорте, запретив в частности заходить в салон в грязной и дурно пахнущей одежде. Запрещено также находиться в транспорте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, если человек ведет себя агрессивно. Пассажирам запрещено портить салон и его инвентарь, употреблять пищу и пользоваться химическими веществами с сильным запахом. Дети дошкольного возраста не должны сидеть на передних сиденьях, если они не оснащены ремнями безопасности или детскими креслами.